Дорожная безопасность и вопросы здравоохранения Эти и другие темы обсудили на очередном сходе граждан Об этом материал Ирины Чупиной Армавирцам ограничили время для полива сада и огорода Тех, кто не будет соблюдать правила, будут наказывать Началась Великая Отечественная война советского народа Против немецко-фашистских захватчиков Наше дело правое Враг будет разбит Победа будет за нами Этот день как боль в сердцах живет В июне вспоминает вся Россия 22-41 год В день памяти и скорби Армавирцы вышли на митинг Посвященный 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны Сотни горожан, в их числе представители власти, военные, школьники, студенты и, конечно, ветераны Говорили о великой трагедии и величайшем мужестве поколения победителей Сегодня мы вспоминаем каждого В память о них возлагаем цветы В память о них мы зажжем свечи И я прошу наше подрастающее поколение Здесь дети, здесь молодежь Помнить об этом Это наша с вами историческая память И эту память мы с вами должны пронести и передать дальше Армавир помнит и скорбит Во время траурного митинга Первые слезы появились на глазах у представителей старшего поколения Когда прозвучал голос Левитана, объявившего о начале войны Это одно из самых горьких воспоминаний 1418 дней и ночей боев Поражений и побед 27 миллионов погибших соотечественников Они умирали на полях сражений Были замучены фашистами в родных городах Пережить все тяготы и лишения Разгромить немецкие войска Помог патриотизм советских людей Рассказала ветеран Великой Отечественной войны Лидия Анохина Известие о войне в Армавир пришло где-то примерно к середине дня Все армавирцы шли на центральную площадь Без приглашения, без объявления Провели митинг Выступающие призывали встать на защиту Родины И после митинга тысячи армавирцев шли в военкомат Вступали в Красную Альмию И не только мужчины, но и женщины Врачи, хельшара, медсестры Которые были очень нужны на фронте Как дань памяти погибшим в годы страшной войны Всекубанская минута молчания Митинг завершился возложением цветов и траурных венков К мемориалу защитникам-армавирцам Юлия Чернышева, Александр Жирелеев Служба новостей Армавира Дорожная безопасность и подтопление придомовых территорий Эти и другие вопросы обсудил глава Армавира Андрей Харченко На встрече с жителями города В этот раз она проходила в Доме офицеров Начался сход с обсуждения аварийности на дорогах Основная причина столкновений Несоблюдение водителями скоростного режима Также большой проблемой остается Непредоставление преимущества пешеходам на зебре В рамках профилактических мероприятий В этом году за данное нарушение Составлено около тысячи административных материалов Также продолжается работа по выявлению нетрезвых водителей В этом году уже выявлено больше 20 фактов Повторно управляющих транспортными средствами В состоянии опьянения Это уже 264 статья Уголовного кодекса Людей ничего не останавливают Продолжают употреблять и ездить за рулем О всех фактах, которые Нарушение правил дорожного движения Вы видели или узнали Прошу вас записать телефон 32673 Это дежурная часть ГАИ Города Армавира Куда вы можете позвонить и сообщить сведения О правонарушениях Большой проблемой для жителей района военного городка Является подтопление дворов, расположенных рядом с летным училищем Дело в том, что дождевая вода с территории военной части Из-за отсутствия исправно работающей ливневки Стекает к близлежащим домовладениям Решение вопроса осложняется тем, что данная часть муниципалитета Под контроль на Министерство обороны России Администрация города пытается его решить на краевом и федеральном уровне Совсем недавно с Минобороны была достигнута договоренность И руководство летного училища подключилось к решению проблемы Для того, чтобы начать поэтапно это все сбрасывать и спускать Чтобы понизить уровень грунтовых вод в огородах и в домах частных домовладений Нам надо будет все-таки перед домами, там где въезды во дворы Там где трубы лежат, их выводить по уровню Соответственно на территории части Денис Владимирович тоже вместе со своими службами Позанимаются тем, что сегодня там стоит вода Соответственно есть часть училища, там где заболоченная местность Но и все это в комплексе должно дать понижение той воды Которая на сегодняшний день, как только весна и дожди У нас все это выходит или в дома, или выходит в огороды Также жителям напомнили, что в муниципальных учреждениях здравоохранения Все анализы можно сдать бесплатно Необходимое для этого оборудование имеется А если врач направляет пациентов в платные клиники Необходимо сообщить об этом в приемную главы города по телефону 27470 Кроме того, на встречу обсудили участие муниципалитета В федеральной программе формирования комфортной городской среды И заслушали отчет местного участкового После глава города провел прием граждан по личным вопросам Ирина Чупина, Александр Пензев, служба новостей Армавира В связи с резким увеличением потребления воды Из центральной системы водоснабжения Армавира Из-за установившейся жаркой погоды В мэрии просят жителей соблюдать время Установленное для полива огородов и садовых участков С 22 до 7 часов утра За несоблюдение данного распоряжения Нарушители будут привлекаться к административной ответственности Наиболее острая ситуация с водоснабжением Сейчас сложилась в поселке Заветный Комментарий по этому вопросу дал генеральный директор Курганинского группового водопровода Сергей Абрамов Несколько недель стоит высокая жара Температура 36-35 градусов Отсутствие дождя И идут большие расходы по поселку воды Сейчас мы подаем практически 2 дневных нормы воды Резервуаров построенные после наводнения насосной станции не хватает Мы выкачиваем воду быстрее, чем ее наполняем Это связано с большим расходом воды Жители поселка Заветного знают о том, что поселок значительно разросся После наводнения 2002 года На сегодняшний момент население поселка уже более 7 тысяч только официально зарегистрировано Плюс идет усиленное благоустройство Поэтому главой города Армавира сейчас заказана проектная документация И в 2019 году будет построен новый подводящий трубопровод От 7-й насосной станции Курганинского группового водопровода до поселка Заветного Это позволит решить вопрос подвода воды к насосной станции, раскачивающей на поселок Заветного Мощности насосной станции хватает с запасом Еще раз приношу извинения за нехватку воды Прошу потерпеть эти день-два, пока отсутствуют, пойдут осадки И все, думаю, нормализуется Там, где есть острая необходимость По любой вашей заявке в подвижной таре будет подвезена вода В том количестве, в каком вам это необходимо Родители детей-инвалидов в Армавире, как и по всей Кубани Они освобождены от уплаты транспортного налога Решение принято с целью социальной поддержки и сокращения расходов семей этой категории Но в краевом законе есть и свое, но получить льготу не так уж и просто Законом Краснодарского края 369 КЗ о транспортном налоге на территории Краснодарского края Внесена дополнительная льгота, которая предоставляется одному из родителей Ребенка-инвалида, который имеет заключение о наличии медицинских показаний Для приобретения транспортного средства в соответствии с индивидуальной программой реабилитации Льгота действует с 1 января 2017 года Как уточняется, льгота предоставляется по определенным критериям Для автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил Для оформления льготы необходимо представить в налоговые органы заявления и документы Подтверждающие право на нее Паспорт родителя, свидетельство о рождении ребенка Технический паспорт на автомобиль Копию документа индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида Как армавирские школьники сдали единый государственный экзамен Уже известны результаты От А до Я русский язык знают шесть выпускников Они получили все 100 баллов за работу на экзамене Одна из них написала еще и на 100 баллов экзамен по химии Девушка-выпускница седьмой школы Остальные стабальники выходцы из школ номер 17, 19, гимназии номер 1 и лицея имени Рассохина Субтитры создавал DimaTorzok